Уже около 8 утра начинается тягание этих чугунных ванн, всяких батарей, железок. Не самое приятное соседство. Пункт металлолома уже целый год отравляет жизнь этим людям. Год назад здесь была автостоянка. Ее хозяин решил здесь же открыть еще точку приема металла. У нас у всех создалось впечатление, что если бы у нас были дополнительные средства, менять квартиры и куда-то с этого дома съезжать стало вообще невозможно. Бомжеватые личности тащат с моторного завода мешками металл, во дворе валяются, прям реально валяются на лавочках. Все это начинается с утра и до глубокого вечера. А еще по словам местных, бомжи ночуют в подъездах, там же справляют нужду. Долго ждать первых посетителей пункта нам не пришлось. Вот они, с утра пораньше. Я не думаю, что это грохот такой великий. Можно и потерпеть. А вот здесь в школе, когда вот каждый день. Демонстрации идут. Да, и кричат прям в микрофон. Ну, прям спать невозможно. Ясно. Куда сейчас пойдете? Домой. Видимо, в пивной магазин это и есть как себе домой. Ведь именно туда сразу же направились наши герои. На примере этой парочки мы уже поняли, что сразу после пункта дамы и господа идут в пивнушки. Благо, они здесь есть почти в каждом доме. Кроме того, рядом есть аптека, в которой можно приобрести боярышник. Боярышник, косметические лосьоны, бутылки от алкоголя. Все это захламляет территорию возле пункта. Еще в прошлом году жителям удалось выяснить, что между администрацией Ленинского района и владельцем автостоянки вообще не заключен договор аренды. Земельный участок занят самовольно. Также в региональном управлении по развитию предпринимательства никто не выдавал лицензию на хранение и реализацию металлов. Елена рассказывает, что сегодня предприимчивый хозяин пункта решил поговорить с ней. Он говорит, давайте решим вопрос по мирному. То есть мы тихо работаем, вы молчите, забираете все ваши заявления. Я говорю, а как вы собираетесь? Железо тихо, класс что ли будет? Вы, в принципе, не хотите смиряться с тем, что здесь они работают? Даже если они будут соблюдать какие-то временные рамки? Абсолютно нет. И не только я, весь наш дом. Нам не удалось пообщаться с владельцем стоянки, его не было на месте. Зато на защиту хозяина вышел его сотрудник. Жизнь одна. Вот я говорю, гастроном койка, койка гастроном. И где-то еще между ними пунктами металлоприема. Ну а как? Зарабатывать-то как-то надо им. Но не все жители на проспекте космонавтов хотят жить по такому примитивному принципу. Поэтому люди рассчитывают, что на их проблему все же обратят внимание. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин.